мы видим что абсолютно новая доска с ценником нету никаких у нее дефектов то есть она абсолютно чистая и это именно проблема в пивот кэпе так друзья ну как вы поняли это наиболее популярная такая распространенная проблема сегодня у арбора да и вообще у любого бренда где используется в качестве сетапа подвески и перис что это за скрип и почему он так скажем так тревожит а и как этот звук скрип устранить то есть для начала мы разбираем подвеску откручиваем собственно гайку кинг-пина снимаем бушинг снимаем бушинг и собственно самый главный источник скрипа это именно та часть подвески которая называется пивот кэп он сделан из полиуретана и соприкосновение собственно стальной вешалки подвески и полиуретанового пивот кэпа у нас происходит вот этот вот этот звук вот этот скрип который конечно действительно раздражает очень много людей кто-то кстати катается и с таким скрипом самый оптимальный вариант как избавиться от этого скрипа и он уже проверен скажем так не одним не одним сезоном берем парафин а у нас там в таком виде и чуть-чуть его нарезаем канцелярским ножичком таким вот образом такими маленькими тоненькими стрипсами его нарезаем можно использовать терку можно вот такой ножик можно кстати еще взять вешалку и вот тоже вот так вот таким вот образом натереть натереть кэп собственно натереть подвеску вот так вот чтобы вот эта вся часть была тоже скажем так запарафинена после чего берем вот этот парафин и аккуратненько его засыпаем вот в этот пивот кэп можно в принципе засыпать достаточно большое количество парафина он все равно потом в любом случае оттуда лишний выйдет и самое главное свойство почему парафин потому что к нему не прилипает грязь то есть если сейчас вот мы поедем с вами на таком лонге там по пыли по грязи то абсолютно никаких проблем не будет с тем что туда налипнет какие-то какой-то песок грязь так далее все вставили закрутили закрутили подвеску и теперь уже вот даже при таком состоянии уже мы видим что в принципе уже звук звук этот дурацкий скрип прошел и теперь если мы поставим его на землю на пол и мы видим что уже нет у того скрипа который был раньше то есть доска у нас мягенькая комфортная и ничего не скрипит и самое главное в такой история то что этот скрип он рано или поздно сам все пройдет потому что произойдет такая некая притирка пивот кепа к непосредственно вешалки и скрипу собственно говоря вот этого дурацкого не будет поэтому я думаю что этот видос для всех владельцев фарбера опять же не только у кого подвески перис смогут пользоваться таким лайфхаком и скажем так избавиться от этого дурацкого скрип спасибо что смотрели подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до новых встреч пока спасибо спасибо спасибо